Животная память не равно человеческой машины памяти, это разные две речи. Но, по сути, а вот знаю, категория знаний, это отличает человека от животного, видите? Но у ребенка только два фактора. Фактор могу сделать и фактор пол. И вот эта парность, вот эта парность, она и создает пары побуждений. Видите? Да. А через что его воспитывают? Падает, ноги разбивали. Я свое детство помню. Все коленки сбиты, руки поломаны. То есть большинство травм человек получает в детстве. Все болезни, которые только возможны. А если они говорят, что там в фейсбуке описывал процесс полового созревания, прыщи и так далее, то он уже любит это все дело. Он говорит, что под него же гадости написать в фейсбуке. Он написал, они все там с инфарктом лежали после того, что ничего страшного, как бы пройдет и это. Помните, как говорил Саламов, царь Саламов, пройдет и это. Видите? Если в социуме, то живет. Так а как? Где он живет? Он же в семье в социуме. Нет. Никогда. Вы что? Память работает у животного только одним единственным способом. Это боль. То есть пропускаем через боль, запоминаем. Не пропускаем. То есть боль это то, что держит, заставляет помнить. У нас в памяти есть очень интересный такой, скажем так, казус. Она забывает, мы забываем все, чем не пользуемся. Я могу дополнить Олега Викторовича. Дело в том, что страдание, если мы берем его как психологический феномен, оно вызывает состояние консолидации внутреннего пространства. Вот когда человеку больно, у него нет сомнений, у него нет процесса там выбирать или не выбирать. Боль делает внутренний мир человека целостным. Она концентрирует. Состояние, волю. И в такой момент, вот то, что происходит с человеком, оно приобретает характер импринтинга. То есть глубокого, сильного запечатления. Вот почему мы говорили о вводить в школах телесное наказание или нет. В Древнем Египте была поговорка. Уши отрока находятся на его спине. То есть там в школах обязательно били. И негативное подкрепление, если говорить вот о терминах бихевиоризма, с древнейших времен известно, что это очень мощный стимул. Почему? Не потому, что наши предки были садистичны. Потому что они просто знали, что это работает. Другое дело, что наказание, так чтобы оно было действительно эффективным, это серьезнейшее искусство. Просто стукнуть человека по голове, естественно, у него памяти не прибавится, а отшивет. Боль должна быть мотивирующей. И для этого это нужно делать психологически грамотно. Смотри, я тебе с примера проведу. Предположим, я тебя стукну по лицу определенным способом. Какова будет реакция? Если стукну правильно, тебе захочется мне дать в ответ по морде. А если неправильно, будет нокаут. Так вот, то, что говорит Александр Николаевич, то есть тебя не на меня толкать должно, а в пространство. Понимаешь? То есть вот эта реакция должна быть добиться. Понимаешь? Еще один момент. Как Покофа объяснял. Боль, это некая штативина, вот такая, которая держит в пласт информации. И когда мы решаем ее забыть, мы ее забываем, но очень быстро обратно воспроизводим, когда она нужна. То есть это некий предохранитель выживания человека, жизнедеятельности. То есть когда блок стоит вот на такой штативе не боли, то он может и не помнится сейчас, но как только необходимо будет, он сразу всплывает в памяти. Потому что это обязательная вещь, которая обеспечивает выживание. Ну, человек, понимаешь, да? Поэтому все, что с болью получено, все очень хорошо помнится. Даже если вы сейчас забыли, вы через 5 минут вспомните. Если вам понадобится, вы сразу с болью. Но вот когда вы без боли что-то получили, просто дали, оно не ценно. То есть оно сразу испаряется. Когда ты себя реализуешь, что боль осознанна, она же, понимаешь, ты себя как-то обманул? Нет, она никак не обманул. Где же ты обманул себя? И что тут не по-честному? Скажи мне. Смотри. Боль, Александр Николаевич сказал, что это искусство. Наказание искусства. Самому себя наказать нельзя. Это не работает. Боль, которую ты сам себе садомазохистическим способом причинил, никакой памяти не создает. Только кто-то тебя наказал. Преподаватель. Понимаешь? Смотри. Пример. Есть фильм очень хороший, который ты мог бы посмотреть, называется «Табачный капитан». Там вот этот товарищ спрашивал, надобно ли пороть отроков? Надобно, он говорил. Почему? И он объясняет. Вы, гардемарины, будущие капитаны кораблей. Не ровен час, несколько лет, войдете на капитанский мост, будучи старшими офицерами. И получите полную власть на корабле, он говорит, над людьми. Казинить и миловать, понимаете? То есть, командир корабля. А если на собственной шкуре не прочувствовали это, то за палку будете хвататься по поводу и без повода. И никакой команды у вас на корабле не получится. То есть, когда это на тебе все пройдено, на собственном, в гардемаринском училище это пройдено, то когда ты подаваешься до гостей, ты знаешь, как наказывать их. И в какой степени, по опыту, при каких обстоятельствах. Потому что опыт твой, тебе об этом красноречиво говорит. То, что работает на тебе, то будет работать и на матросах. Понимаешь? То есть, ты уже заранее знаешь, какие взыскания кого-то предупредить. Кому-то выговор сделать, кому-то на вид поставить. Кого-то отодрать в каюте компании, не при матросах из офицеров, при личном составе офицерском сидячем. А кого-то лично в каюте командира корабля отодрать. То есть, ты знаешь, когда кого, как наказать. И кого, когда, как поощрить. И тогда ты становишься настоящим руководителем. И ни один подчиненный на тебя не обижается. То есть, нет людей, которые затаили на тебя злобу. Или, слушай, они знают, что они получили за дело. И если бы не получили плохими профессионалами, то надо бы напороть. Посмотри фильм «Тобачный капитан». Там очень подробно описано. Надо бы напороть гардеборидам. Надо бы. Потому что иначе толку никакого не будет. Ты делал видишь первый день. Иначе это tour. Значит, ты должен видеть музыку. Почему не прорастence.